Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Аномальная жара нынешним летом стала причиной чрезвычайных ситуаций в горных районах Таджикистана. Так, 16 июля селевой поток в кишлаке Барсем перегородил реку Гунд, образовав бассейн воды длиной в 2 километра. Значительный ущерб был нанесен 80 домохозяйствам, разрушены 5 мостов и 2 школы. К счастью, тогда в этом селении обошлось без жертв. Люди были перевезены в безопасные места. Однако серьезную озабоченность экспертов по-прежнему вызывает озеро, образовавшееся из опаводковых вод, которое может прорваться в любой момент и затопить кишлаки, расположенные вдоль русла реки Гунд. Тему продолжит Хуршеди Дурахш. Саид Ориф, Саид Абосов – один из тех, кто пострадал от селевого потока в кишлаке Барсем. Его вместе с другими жителями переселили на более безопасный участок ниже по реке. Международные гуманитарные организации развернули здесь палаточный городок. Люди обеспечены своевременным питанием, спальными принадлежностями и медикаментами. Тут же развернулось строительство новых домов для пострадавших. «Мы живем в этой палатке уже 35 дней. У нас есть все необходимое. Мы всем обеспечены. Очень надеемся в будущем переселиться в новые дома. Они почти готовы. Самое главное – нет человеческих потерь. А материальные потери можно восстановить. Все эти дни, что мы находимся тут, каждый день нам приносят продукты, одежду. Нашим детям предоставили учебные материалы». В этом году зафиксировано около 20 случаев возникновения селевых потоков, которые связывают с таянием ледников. Анвар Хамидов, специалист Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, говорит, что в этом году температура воздуха в Горном Бадахшане была гораздо выше предыдущих лет. «Лето в этом году выдалось очень жарким, и температура была на 2-5 градусов выше. В горных регионах такую жару не замечали уже несколько лет. Изменение климата повлияло на одну из уязвимых стран Центральной Азии – Таджикистан. Ущерб от селевых потоков в Таджикистане был очень ощутимым». Джамиля Байдулоева, руководитель Центра гидрометеорологии, говорит, что по предварительным анализам температура воздуха в предстоящие три десятилетия будет подниматься до 1 градуса в горных регионах и до 2 градусов в долинах. «Повышенная температура негативно может повлиять и на зимние осадки». «Анализы, которые мы провели, показали, что ледники из Равшанской долины уже растаяли. После них остался лишь песок. В горных районах также наблюдается таяние небольших ледников. Крупные ледники в Горном Бадахшане, что на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря, уже на 25-30 процентов растаяли. Если повышение температуры будет продолжаться до 2050 года, то мы можем потерять многие свои ледники. А таяние ледников может привести впоследствии к засухе». «Таджикистан очень сильно зависим от изменения климата и от ее негативных последствий. В республике реализуется множество различных проектов по снижению риска стихийных бедствий, как со стороны международных организаций, так и со стороны правительства. Страна зависима от природных водных ресурсов и имеет низкую способность адаптации к изменению климата, потому и была выбрана пилотной программой. По адаптации к изменению климата, говорит Зафар Махмудов, координатор проекта по охране земли, комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана». «Программа состоит из нескольких больших проектов по финансированию, которые укрепит гидромедцентр в республике. Поможет фермерам и дихканским хозяйствам стать устойчивыми перед изменением климата и защитить природные ресурсы. Повысит устойчивость в сфере энергетики. Поможет населению, проживающему вблизи реки Пянч, бороться с негативными последствиями стихийных бедствий. Бюджет программы изначально составлял 50 миллионов долларов, но после переговоров с партнерами и присоединения других проектов сумма дошла до 160 миллионов долларов». «Таджикистан – страна ледников. Здесь сосредоточены огромные запасы пресной воды. И, конечно, республика заинтересована сохранять этот источник. С этой целью предусматриваются меры по уменьшению выброса отходов в атмосферу. По мнению Анвара Хамидова, представителя комитета по охране окружающей среды на оттаяние ледников в Таджикистане больше всего влияют выбросы соседних стран». «Мы находимся в регионе, где нас окружают большие промышленные страны, которые выбрасывают парниковые газы. Таджикистан – маленькая страна, и когда отходов из других стран становится больше, это, безусловно, сказывается на нас. Таджикистан же сам по выбросу отходов в мировом масштабе занимает 150-е место, а в Центральной Азии – самое последнее. То есть самое меньшее количество отходов в мире – это у нас, в Таджикистане». «В настоящий момент комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан в сотрудничестве с такими международными организациями, как Азиатский банк развития и Всемирный банк, разрабатывает национальную стратегию по адаптации к изменению климата. Документ до конца года будет представлен правительству страны, сообщает Фирус Саидов, один из разработчиков проекта». «То есть те проекты, которые направлены на понижение рисков изменения климата и адаптации к ней. Национальная стратегия состоит из пяти секторов. Прежде всего, она нацелена на сферу сельского хозяйства, энергетику и воду, транспорт и социальную сферу, на здравоохранение, образование, гендерные вопросы, охрана окружающей среды и чрезвычайных ситуаций. До сегодняшнего дня мы получили свыше ста проектов от организации управления. Они находятся на стадии рассмотрения. По плану, в ближайшие годы 25% должны быть реализованы». «Таджикистан – 16-я страна в мире, которая выбрана в качестве пилотной по изменению климата с регистрант Центральной Азии. Она единственная. Реализация национальной стратегии по изменению климата рассчитана до 2030 года. За этот период по плану должны быть сделаны ощутимые шаги по адаптации к климатическим изменениям. Специалист Комитета по охране окружающей среды Анвар Хамидов предлагает другой путь поддержания изменения климата на одном уровне, и это строительство водозаборов». «Если смотреть на предлагаемые модели в будущем на несколько лет вперед, до 2040 и 50-го годов на всех реках, которые наполняются за счет таяния ледников и снега, Пянжи, Зировшани и Вахши, будет наблюдаться повышение уровня воды. Затем, после 50-60-х годов, можно будет наблюдать уменьшение воды в этих реках. «В этом направлении мы должны усилить сотрудничество со странами, проживающими вдоль Амудари и Сырдари. Надо будет предпринимать меры и уменьшение изменения климата и пути адаптации к этим изменениям». «По мнению эксперта, если в ближайшие десятилетия мы не сможем найти возможность построить водохранилище в странах Верховья, то, по прогнозам, после 2050 года это невозможно будет сделать. Именно водохранилище дадут возможность уменьшить селевые потоки, сохранить питьевую воду и воду для орошения». Репортаж подготовил Хуршедя Дурахш из Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освящению войны и мира. У микрофона работала Шахада Цейдназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также в Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА